Привет, зритель! Я услышал твои молитвы, точнее, я прочитала комменты на тему Жри почаще на камеру! В общем, у меня как бы поздний обед, потому что хоть я сегодня встала рано и позавтракала, потом еще погулял и в процессе понял, что хочу есть и купил три пирожка, выжил только один, один я поделила пополам, один я захомячила, один сюда пришел. Но получилось пообедать, как можно сказать, ранний ужин, поздний обед перед вечером. Получилось вот суп свой согреть и все вот это вот только сейчас. Как-то вот так у меня получилось. У меня тут, значит, суп-пюре. Тот самый суп-пюре, благодаря которому одна девушка из амбассадоров Кукпет полила меня желчью без причины. В общем, тут у нас морковка, кабачок, семена чиа, масло, сливочная вода, соль, вакамы. На фотке-то еще был этот, можно, кстати, их достать и положить. Семена конопли. Это не семена конопли. Не семена конопли, а ядра семен конопли. Тут у меня, короче, еще кабачок, который я вчера тушила, чтобы сегодня с подружкой поесть. Но что-то она в итоге у меня только кофе попила с конфетами, а мне принесла шоколадку. И мясо, которое я как раз с ней когда гуляла, то это... Ну, купила рульку. Я год назад покупала рульку. Что-то была уверена, что рулька – это кусок мяса без всякой кожи и кости. Оказалось, что это кусок мяса с кожей и костю. И большую часть рульки я замариновала на завтра. А меньшую часть рульки я запекла сейчас. И коте немножко досталось. Ничего, что я тут слегка к тебе спиной была. Запекала я, значит, ее прямо в этом пакете для выпечки. Тут, значит, она была в соевом соусе и меде. Вместо хлеба у меня вот там, наверное, слышно, как кошка по нужде ходит. Вообще, что тут видно-то? Ну да, в принципе, то, что нужно, видно. У меня с утра, где-то середины ночи я проснулась, башка так болела. Я попила калина с медом, помазалась, кайлажем отрубилась через какое-то время. Ну, не сразу. А она проснулась мне совсем хреново. Ну, то классическое хреново, наверное, в теплом виде оно было бы лучше. Вот мне ее сейчас слегка подогреть. Я в микроволнове сейчас подогрею. Пока я грела, кошка захотела мясо. Я дала ей мясо, значит, кусочек. А она так понюхала его, вроде оно уже не настолько горячее. И ушла, я думаю, и что ты тогда просишь. Так вот, оно слегка больше прогрелось, чем я ожидала. Потому что горячее, а потому это, правда, не той стороны. Ну так вот, у меня случился мой любимый приступ, который со мной с 9 лет. Когда сначала болит башка, потом начинает болеть живот. Он чуть гастрит. Потом опционально может случиться лубная неврология. Начнет мутить. Ноги становятся холодные и колбасит холодом. Сейчас со мной только башка. Ну, в смысле, мигрень. Ноги уже теплые. Холодом не колбасит. Белому другу не тянет. Но всё-таки решили сожрать мясо. Кабачок я тушила на своей сковородке с толстыми стенками. Тут, значит, вода, масло подсолнечное, специи карри и сам кабачок. Под крышкой. Ну и по грамме к луне. Сосиска в тесте и пирожок с капустой был вкусный. А вот с котлетой, кажется, будто они забыли посолить. Саму котлету. Ну, погуляли с подружкой, зашли в одно место на поле. Я скажу, ну, никогда зайти не могу. Там была облепиха такая. Но мне в те дни надо было валить на следующий день там деревню, то всё, то в сад, то в деревню, то дочь, то ещё что-то. Она такая крупная, молодая, свежая. В прошлом году совсем чуть-чуть была. В этом году, значит, на этих кустах молодых побольше выросла. Я ещё никак не отойду. Ну, мы туда попёрлись. Заодно решила глянуть про облепиху. Ну, мне подружка, да, говорит, не ты, а одна такая. Наверное, кто-то собрал. А я сейчас так подумала. Там, по-моему, даже наверху их не было. Наверху, ну, причём желание не дотянуться. Там, на клеветке, гебри, я думаю, что, наверное, птицы обклевали. Потому что был как-то год, и в цветочном, на камышке птицы обклевали практически всё. Ну, думаю, ладно. Я проканеделилась. А потом что-то мы пошли с ней. Ну, как, я пошла, переоделась. Платье, которое мне подписчится на день варенья, что ли, Дарила, я уже не помню. Наверное. То такое, вельвет или не вельвет. Ну, короче, синее. Которое такое плотное, вот, ну, как раз сейчас на погоду. Ей надо было в этот. По пути зайти в одно адухотворенное место. А туда пускают исключительно в юбках. Либо в платьях. Ну, и как бы я с ней за компанию пришла переодеваться дома. А потом зашли в магазин. Как и не сказала, хозяин магазина, родственник, сын, подруги её мамы, они раньше на рынке у них всегда мясо покупали, типа хорошее было. Цены там, конечно, довольно высокие. Правда, я давно мясо не покупала. Последний раз мясо, кроме, ну, не считая курицы, последний раз мясо так вот, свинину там или ещё что-то покупала, мне кажется, в начале лета. Ну, и чисто вот по ценам. Фарш там 650 рублей, свинина, говядина. А рулька 550 рублей за килограмм. Ну, у меня вышла она на 570 где-то так. 567, что ли, рублей. Совершенно не солёная, как это. А так как я рульку год назад покупала, то я уже не помню, как она выглядит, я была уверена, что она уже без кожи. Про Костя вообще не вспомнила. Ну, а в силу своего дофига зрения, я вообще не поняла, что это кожа. Мне она так понравилась. Единственная такая рулька, она себе фаршивая, я себе курю, ну, эту рульку. Там ещё, ну, как в пакетик салфаном в это положили, я говорю, а можно, говорю, пакетик с ручками, маечку типа, а мы сейчас это, всё равно, ну, как бы, бонусом даём. Мне это ещё и пакетик с маечкой подарили. У меня как раз была лишняя минералка. Ну, как, у меня была бутылочка пол-литровая с собой воды, но я её пока ласты тут склеивала, попила, сдавила, долить новую воду забыла. Ну, и купила эту. По пути между заведением, куда можно только в юбках, где дресс-код строгий. Нам попался магазин, а я говорю, слушай, я говорю, что-то так жрать хочу. Она говорит, а мы только что, ну, там, типа, какую-то пекарню прошли. Я говорю, возвращаться, говорит, нет, возвращаться уже не по времени. Возвращаться, говорит, магазин какой-то будет. Я говорю, типа, там не была, но видела, говорю, ну, давай тогда зайдём. Я как раз там купила за 128 рублей 3 пирожка и водичка. Чё-то не выдали, поэтому сказать не могу, чё, чё, сколько стоило. Надо соль достать. Ну, и в итоге, чё-то, я так думаю, давно я пешком дралом не ходила. Мне, видать, охота прогуляться было. И я заперлась до центра. Я немножко в другую сторону ушла, а я так, это, ближе к площади на остановочку. Ну, и в итоге, у меня с собой была вода. И в ругачке вода, и в руке вода. И этот пакетик оказался очень дорог, кстати. А у меня здесь я талилка была. Я не стала солить, потому что тут, как бы, это, сольый соус, он же солёный по умолчанию. Кабачок остыл, когда я тут то ещё. Можно, конечно, всё подогреть. А можно просто мясо пожрать. Без кабачка. Я его уже порегала, когда достала. Из пакета, ну, там ещё честь осталась. Да и мясо как-то подостыло. Хотя я всё это достала, перед тем, как камеру включить, практически. Но, с другой стороны, остыть мясом лучше, чем горячее. В общем, это у нас с рульком. Большая часть рульки маринуется в картюре на балконе до завтра. Может, мне дурку какую-то затащить. Я ещё подумала, салатчик может какой-то запилить, а потом думала, у меня кабачок, суп. Я штока не сажу. Благодаря соевому соусу у него такой цвет интересный. Ну, короче, тут соевый соус идёт. Надо где-то столовая ложка. Мёд из выдр. Потому что у меня была баночка, мёдом меня угостили, родственники. Я бы ещё не открывала, вот как раз это мёд из выдр. Ну, несколько сортов там. Остатки, когда с медогонки скачиваются. В одну ванночку, не стаканчик заливаются. А тут, чтобы никто не понял, его ещё и потрясли, перемешали. Так-то я обильно соевым соусом полила. Он там в пакете ещё болтается, может. Оттуда взять, да в него помогать. Так вот такой пузырь. А вот кусочек такой, там где-то кусочек, ну, кстати, вот это с мёдом. Сюда больше мёда попало. Где-то кусочек такой розового мяса, где-то такой более белого мяса. Тут прям чувствуется этот мёд такой. Ну, не сладость, а именно. Ну, что, тут мёд был. Я просто как-то делала с мёдом в прошлом шоке году. Или в начале этого года. В форме какое-то мясо. Может, свиное. И положила мёд, и он весь испарился, его вообще не ощущали. Я так прониклась, но мясо было мягкое за счёт этого. А тут тоже мёд. Не, конечно, я могу поставить на паузу, засунуть кабачок туда, в микроволновку, куда переруксывала. Может, даже к нему мясо положить. Ну, что-то я так это смотрю. Я, наверное, мясо поем. К тому же у меня такое сегодня состояние было. Ну, когда у меня вот такое голова начинает болеть, ну, всё остальное, надо мясо жрать. в приоритете. У меня на завтах-то была помидорка, порезанная с солью и с подсолнечным маслом. Вот салат, что я сейчас делаю, в этот, в инстаграм, это только один раз клянула. В 4 гукида и футочки подсолнечное масло не ощущается. А с помидоркой я его чую. В общем, оно как бы рафинированное, но некоторые рафинированные масла всё равно их чую как-то. Вкус там у них какой-то. Подсолнечного именно. У меня яйцо было типа яичница на свином сале. И почти целый кусок, ну, в смысле, целый плодик этого помыла. Я его помилон называю, но подружка сказала, что это помайло. Кошка, вот тебе кусочек маленький. Уберегла камеру от прыжка на стол. Что, ещё хотим, да? Я тут 3 дня в сад гонялась. Всё как-то было ни до чего потом. Потому что особо готовой до дома не было, приходилось проверить, что надо приготовить. А потом уже какой-то такой варёный, что уже ни до чего. Но я всё планировала и переводить, и помонтировать. Ну и куда мы залезли? Давненько она на стол не прыгала, между прочим. В хавчиках-то моих. Может, может, я правда и хавчики-то не так часто делаю. Мне такая же, что она не прыгала. На! Так, вкус мёда. Не знаю, как ты сожрёшь. Угу. Внезапно. Слушай, это больно быстро. не лопаешь. Ты вообще хоть жуёшь? Кошка. Ай, я тут что-то отрисала. Ну, сейчас я кусочек распилю и тебе дам. Мм? Чего? Мясо. Жри. Не сожжёшь, больше не дам. Реально, такой цвет, вот если бы я курицу делала, допустим, с несколькой, очень дофига, такой же цвет примерно получается на, только не прыгай на стол, у курицы, как тут вот, в соевом соусе. То есть, тут просто соевый соус и нот, и всё. Так, чисто по-быстрому. Слушай, не наглей, а. Я уже понадобится по-быстрому. Какую-нибудь. Есть какая-нибудь маленькая пензорка? Не знаю, она оранжевая или... Не, она по ходу дела просто не дамела ещё. Я дам чай, я надеюсь, он ещё не остыл. Я его специально не разбавляла. Сейчас дам кусочек, не сиди над душой. Ну, у меня осталось тут есть. Я, правда, ещё не открывала, потом отдельно обозрю. Мача Тара 264 рубля. Сейчас, главное, оно уже 300 с чем-то стоит. За 300 с чем-то меня бы жабы туда душила. Вообще, совершенно случайно вайберис подкинул. Это, наверное, будет из серии пробую, не веду мою фигню на камеру. Как сияка нам была. Так, в следующий раз, если буду запекать мякоть, надо будет ещё и посолить, потому что соли не хватает. Если буду насловить. фиг себе. Ну, смотри, вот тут на тарелочке есть всякая мелочь. Я потом её помою смою. Тарелочку, а не кошку. Хобачок, я это потом съем. У нас ещё ужин, наверное, будет. так, я прервусь, чтобы это убрать. Но мы прям всё. У меня тут есть вот такая шоколадка. свалила бы ты в жопу кому-нибудь на время. Вот такая. А ещё у меня тут есть самопальный вчера сделанный мус черносмородиновый на манной крупе. Я его наполовину уже зажрякал, он уже опуститься успел вниз. Ну, и это ровную такую форму принял. Но я туда малость, чуть меньше манки положила, чем думала. И он более жуткий. Хотя менее вкусным не перестал быть. Из цельно смолотых ягод черной смородины с того куста, с которого я летом собирала в сторону омута. Ну, это не омут, это пруд. Ну, я называю это омутом, потому что ранее было недоразумение в плане понимания, что я объясняю, и как человек понял, и человек обозвал это и место омутом. В общем, на правости Степанова налево куст. И вместо сладки, ну, короче, как, у меня виноградный сахар я сюда весь высыпала. В смысле, еще где-то на литр теста есть. Может, я сначала подумала, что одну из мородины, но вдруг она местами все-таки кисловатая. Если я кого-нибудь захочу укостить, то человек не поймет прикола. я где-то со стакан виноградного сахара в виде пудры фигахнула. С фирмой Мексем. Причем, первый раз покупала виноградный сахар в фирме Мексем, он такой вообще вкусный-кусный был. Ну, как эскорбиновая кислота, ощущаешь, вот только сахарную пуду, а в другой раз купила. и он будто там еще крахмал примешан. А он вообще-то, ну, как бы, небюджетный. То есть, за те же деньги можно купить, допустим, 2 или 3 килограмма виноградного сахара другой фирмы. Ну, в общем, были у меня ягоды размороженные. Я их приложила в эту, в кастрюльку. Чтобы пробить погружным блендером, надо было чуть-чуть, чтобы жидкости было, потому что они ягоды. Чуть-чуть жидкости капнуло. Чуть-чуть вообще вот так прокипятило, ну, до кипячения, до пузырьков, короче, довела до кипения. Пробила блендером, добавила сахара виноградного, размешала. Сварила манку отдельно, потом соединила. Ну, и это. Еще слегка проварила. Потом поняла, что манки-то было, ну, там у меня, как бы, остаток был в баночке, еще отдельная упаковка нераспечатанная. Очень мало. А мне сначала, на взгляд, показалось, что прилично. Я еще манки доварила. Ну, в смысле, часть, кстати, засыпала, так, потом еще отдельно сварила, соединила. но все равно как-то но более жидкое, чем яблочное пюре было. Ну, как бы, по времени взбивания оно должно было бы уже слегка более-менее забелеть. Оно посветлело, но не до такой степени. как бы взбилось по вкусу и ощущениям, но более жидкое было. Ну, я тестово сделала как раз уж, чтобы на такую мисочку. Может, сегодня или завтра оно в холодильнике стоит. Доделаю остальное. Только на манке все-таки заспудит. По-моему, не чай с этим вот, а это с чаем. Потому что не сколько чай, сколько это, хорошо. в общем, у меня что-то прониклось этими муссами на манке. В роли десерта чаю. Лапка любкая. Тарелочка спула. Сейчас шоколадку с хомячем. Не всю, конечно. Это вообще что-то пол кусочка куснуло. И у меня очень сладкая шоколадка. А тут, может, из-за мигрени я так очень сильно этот апельсин чуяла. Тут он что-то налиплый у меня. Вообще, креденочку надо притереть. Ну, смотри. Так. Скотеруха. Ну, короче, миндаль апельсинового центра. Деньку. 100 грамм белного франции. Сахар, какао-масса, масса, какао-масса, миндаль, дроблённый, 7% молочный жир, засахаренный, апельсиновый центр, 2% в скобочках сцедра апельсина, сахар, виноградный сахар, он же декстрола, кто не в курсе, регулятор кислотности, лимонная кислота, нахрен, лимонная кислота вообще. Какао-масса, амблигатор и подсолнечный лецитин, апельсиновое эфирное масло, амблигизатор натуральная, ваниль. Вообще содержание сухого остатка какао не менее 47%. Я тут на Zoom заказала очень хорошую силиконовую формочку под шоколад, там несколько маленьких плиточек и 3 побольше плиточки. У меня как раз там есть перемолотые сильные какао-бобы и покупное ещё какао-тёртое какао-масса. Надо будет потом шоколад сообразить. Чего я эту шоколадку буду 300 лет есть? Ну или может кого-нибудь угостю. У меня тут есть этот кусочек помала, который подружка что-то не осилила. только половинку кусочка осилила. Слушайте, что небольшой кусочек был? Помело было китайским. Тут у меня обычный чёрный чай без никто. Я ночью заварила, хотела с чабрецом делать, забыла чабрец засыпать. Будучи в прострации. Думаю, такой крепкий чай заварился, пить не буду, утро выпью. И утром в итоге с сахаром хомячила. У меня там ещё эти хлебцы пшеничные, дутые. Я ещё сижу, так думаю, блин, у меня только чёрный хлеб, а я хочу крекера какого-нибудь или печенье. Пишу подружке, я говорю, возьми крекера или печенье. Я говорю, ну, я поеду, шоколадку купила. Думаю, потом открываю, думаю, у меня же не крекер, не печенье, у меня там хлебцы есть. Хотя вот сейчас вспомнила, так бы вот мимо же пёрлась магазин, надо было зайти за крекером. Хотя, я видела рецепт, что можно делать крекеры ну, как бы дома самой, но я вроде это не помню. Пыталась я делать или только собиралась. Может, завтра, если бы отдохновение и по времени нормально запилить эти крекеры. Так, сейчас я возьму, наверное, тот шоколадик, самопальный. А тут в каком-то мунбанге я его обещала показать, но не нашла. Там эти обезьяны орут. У меня просто окно малость приоткрыто. В общем, тут цельно молотая какао-бобы в виде какао-тертого. Сгущённое молоко, мёд и, по-моему, виноградный сахар. А, нет, мёд и сливочное масло вот чё. У меня тогда что-то все формочки были заняты, я перелила в силиконовую такую кругленькую, высокую. Она по дну распределилась, короче. И вынимала, ну, соответственно, формочка такая была очень мягкая, ну, поджолек какой-нибудь. или под булочку, кто-то меня вспоминает. Один-один слив. Ну, я перевернула, короче, а потом была ещё дикая жара, я в деревню его везла. Оно ещё больше потаяло и стало ещё более плоским. Ну, вот в итоге. Так как я не снимала какао-веллу, то она немножко чувствуется на зубах. Какао-велла это шкурка боба. Плёночка. Делала тогда в Беломиксе. У меня была такая мечта вообще само дело шоколад с какао-бобов. Беломикс почти уже, ну, чуть больше полугода у меня на тот момент со мной был. Я только догадалась попробовать. Думаю, если какао, ну, если эти, урбейш арахисовый делаю, ореховый там, в смысле, урбейш можно делать ореховый портух. Ну, почему бы из какао-бобов не попробовать? Я вроде даже шоколад тогда заливала. Так как все у меня любят либо молочный шоколад, либо послаще, и все уже, кого я могла угостила этим чисто попробовать, то уже можно само это хомячить, откусывать, не бояться, что я тут откусываю, а не режу. Ну, шоколаде лапы. Я тут у меня свежий полотеечек. надо где-то разбавить. У меня тут бедная Карина, которая никак не разберется, но она менее древняя, чем облепиха, которую я тогда почти два часа разбирала на камеру. Мне еще пишет кто-то в камерах, типа, а когда АСМР, я его так жду. Я думаю, подпишись на, будьте на АСМР, будет он почаще выходить. Ну, может, для кого-то разбор облепихи не АСМР. Учитывая, что у меня уже две флешки за 64 гига забиты под забивку, и мне никак все никак не смонтировать даже тот же обзор Greenware, что мне даже самой уже неудобно ходить, спать на потолке, что он у меня до сих пор никак не смонтированный. Даже перевод не могу заняться, то вот тогда и будет АСМР, когда хотя бы одну треть флешки освобожу. Потому что сейчас напишу уже на третью флешку, которую вообще покупала для камеры другой. Ну, или, допустим, когда я проснусь, у меня башка не будет болеть, я нормально себя буду ощущать бодричком. И смогу при этом встать рано и выспаться. А, но я что-то все как-то не получается. Только прос... То раз будет ни свет, ни заря, повынусь от мозг. И спи, как хочешь. Кто не успеет проснуться, уже кому-то что-то надо и это надо прям всю минуту сделать. Ну, ты, конечно, можешь это не сейчас, но лучше было бы, чтобы сейчас. я еще ночью Карину с медом пила. Прошлогоднюю. У меня же тут есть мед в сотах. Ни сколько ела, сколько чай пью. Блин. Ну, мед ушел здесь вниз, что-то сверху, это срези. Это меня как-то просили срези попробовать. А сами мы финтилили потом в другой город обратно. И так они встретились. А срези если сейчас не сожрать, то они потом засахарятся. Их только если топить уже на красоту пускать вместе с медом, который там был. Где-то ушки. Все люди, как люди, они его грудят, а я его обсасываю. А ты могу сейчас пожевать, представляю, для тебя встретить. и лучше сосать, потому что потом этот воск по всему рту собирать языком приходится. Потом этот воск можно перетопить. Соединить с другим воском, перетопить, сделать круг, сдать, чуть доплатить и обменять на овощину. Или перетопить и пустить на красоту. А сейчас это сейчас дезик восковый с кокосовым маслом. Бальзам для губ. Бору для ногтей. В небольшой дозировке крем для каких-нибудь рук, ног и тому подобное. возможно для кого-то это будет визуальный шок, то, что я сейчас делаю с моском. Ну так ты берешь изо рта лапкой и кладешь пакетик. Или на ложечку и туда. Если пакетик по сбоку. Почему бы не упростить себе жить? Сначала Лёя собрал мусс. Потом кусочек шоколадки покупной. Потом кусочек самопарьной шоколадки. а потом мёд. Прикол короче. В одноклассниках что-нибудь выплюнешь в сеть все пролайкают еще и может прокомментируют этими глазами поставить. Сделала там вопросы с трех ходок которые сделала в инстаграм. Хоть бы кто что. Еще анонимный при этом сделала. Ну думаю за счетом на то чтобы люди не парились что я вижу кто там за что проголосовал. И такой голяк. Я думаю аватарку сменила потому что мне ночью вспомнилась одна моя одноклассника. Я поперлась ее искать в одноклассниках. Думаю у меня же там написано Лёлька К. И на аватарке какое-то красное винище. Думаю бокалами. С момента как у меня подружка была и все бы ради я поставила. Думаю ну как бы это если свою морду лица поставлю то год узнаваемая. Специально я вчера делала футку. Так человек мне скидывает свою морду лица. А я не скидываю потому что я как бы канал иду захочешь увидеть как я выгляжу посмотри канал хрели. Думаю может ему принципиально надо чтобы я ему себя сфоткала. Друг не помнит. На аватарке у меня вообще какой-то прудик в телеге. Ну я короче сфоткала себя. У меня крайне редко получаются меняемые селфи. Хоть мне как-то объяснили как это делать. Мне вроде как одно время получалось потом я соответственно забыла как это делать. Так же как с СМРом было когда мне сто пятьсот раз все кому не лень объясняли что это такое и потом какой-то человек один объяснил и до меня внезапно дошло. Не сказать что объясняли как-то криво или как-то особенно объяснил что дошло. Ну короче я сделала такое меняемое селфи скинула в ответ морду лиса а потом у меня такая красивая морда лиса я похожа на саму себя я поставила ее на аватарку в одноглазниках ну мало ли там у меня какие-то но уны без аватарок заходят иногда в гости думаешь кто блин ты вообще учитывая что в одноглазники захожу раз в год по обещанию а тут человек заперся кто-то чтобы знал кто это может по морде лица меня опознает если вдруг будет загоняться кто-то кове припешся кто-то не одноклассники я правда сейчас уже ни хрена не помню кто со мной учился учитывая что у нас практически каждый год после начальной школы были переведенные студенты ну в смысле это прям хамуратян переведенные ученики чаще девочки но иногда и мальчики мальчики там по-моему второгодник какой-то был девочка дважды второгодник была одна такая относительно она была очень сильно взрослая что-то вот сейчас вспомнила ну короче некоторые вот кого я знаю что они мои как бы одноклассники и про них просто помню их уж не забоешь мои 38-39 лет так выглядят имея прямой доступ на своей работе к алкоголю что ну допустим Глебушка имея прямой доступ к алкоголю выглядит вполне прилично на своей сколько ему там полтос будет а тут один одноклассник хорошо вконтакте нет такой фишки что как в одноклассниках ты зашел к кому-то это отпечаталось такой-то хрест с горы у тебя был в гостях потому что тот одноклассник он такой после школы он со мной то здоровался то не здоровался когда ему было выгодно он со мной здоровался а когда ему было не выгодно он делал вид что он меня не знает с моим зрением это только дело я обычно замечаю когда делаю что меня не знают а когда просто мимо пройдут мне как бы и пофиг мало ли кто там мимо пришел такой человек с очень одухотореным алкогольным лицом с 38 выглядит так будто ему под 70 ну или где-нибудь за 60 как у нас был один учитель в школе я не знаю живой еще или нет он довольно часто поддавал еще тогда на тот момент он выглядел как бы насколько может 50 было на тот момент я поддавал свои 50 поддающий выглядел так как мой одноклассник 38 сожжу сожжав ложку меда я поняла что если сейчас не остановлюсь то я сожжу это все хуже хуже от этого не будет но может кого-то бомбанет опять денег в каментах или еще где на какой-нибудь площадке я иногда лазаю почитать что я там 100-500 чашек чая выпила именно из-за чая меня разнесло во все стороны люди из-за чая во все стороны не разнули а вот морда лица может стать слегка опухшей именно из-за алкоголя особенно если пьют какой-нибудь парашный алкоголь в больших количествах нет там какое-нибудь хорошее дорогое красное вино в чай столовую ложку на стакан максимум я ж тут заказала себе масло маковых семян но на днях должен свайпер сплететь порублю за миллилитр причем ну как оно два месяца висело в закладках 250 рублей 250 миллилитров сегодня подружке говорю едем как раз до этого до вайберса и я говорю вот масло заказала смотрю в закладках оно уже 233 рубля думаю ну что за сволочь столько времени было по той цене я заказала то стоило заказать и оно стало дешевле часто так бывает что-нибудь закажешь оно вдруг дешевле становится а мне наоборот я говорю закажу какую-нибудь шмотку а оно вдруг это так через пару дней смотрю на эту шмотку оно уже там процентов на 30 дороже стало и она заказывала свитера и я еще думаю мне что ли заказать какой-нибудь свитер меня тупо задушила жаба 1400 за свитер который из синтетики я говорю прикинь ну я померяла мне все нормально такой свитер такой там то ли зеленый то ли сиреневый между голубым сиреневым и фиолетово-серым что-то такое ну такой моей любимой дамы практически и значит я говорю прикинь 1600 потратила на фотобокс который ну как бы мне ну не настолько и нужен был там а на свитер жаба душит который 1400 прихожу домой это как я искала какие-нибудь хоть колготки или леггинсы потому что я все в джинсах хожу штанах транспортивных ну как-то я все в штанах каких-то хожу мне как-то это штаны с юбкой же не оденешь а юбку надо с чем-то с мастер-платье и вытаскиваю все из этого из ящика где у меня там часть летних шмоток и часть других шмоток я опять вспомнила что надо бы уже наделать обзор моих фаворитов осени хожу стабильно в спортивном костюме на котором на великие ездят где-то мою платочку и это стало все тогда стало пришла домой стала убирать все ну так вот засовывать обратно а у меня есть два свитера ну один такой как бы джемпер и другой такой как бы джемпер один такой как бы натуральный ну там акрил может еще что-то натуральное а другой практически ненатуральный ну как раз вот такое когда вот вроде как прохладно и надо что-то такое колюченький такой один колюченький не совсем натуральный а другой не колюченький ну хрен знает такой я думаю блин у меня есть два джемпера нафиг мне тогда свитер ну как бы я вообще забыла что у меня есть хотя может быть лакожу себе там на вадьбре закладки сунула какой-то оверсайз чисто чтоб потом глянуть там какой-то перенький такой свитер мне главное чтоб был с воротом те-то у меня один без ворота вообще просто так вот а другой с маленьким ворота а у меня же вечно болеет мне надо ну в смысле это я летом могу шее постудить не надо чтобы ворот полу свитера вот именно воротная у меня болеет вот мне надо чтоб свитер был с вороном посадим ох ну чё зритель наверно прощаться надо мне потом это еще монтировать я хочу еще гринвей все таки смонтировать когда нибудь у меня вообще очень много всего на монтаж стоит у меня на счет я до аптеки пюрла сейчас с экшн камерой новой наполовину монтаж сделала сходил в магазин уже с магнитиком монтаж надо делать обзор еще надо сделать этой камеры с магнитиком ну с и джекам c100 потом обзор я тут делала рецептик точнее запеканки рисовой по какому то рецептику санета у меня очень много там чего то на монтажах но я тут гринвей которая частично смонтировала какую то там одну десятую часть и еще верно херена там висит и еще монтаж это и фотобокса я хотела сначала это мясо заснять в фотобоксе чтобы этот хотел ну там как дело сначала как бы фотоотзыв а потом поняла что у меня ну не совсем то в итоге будет то что вот у человека я нашла рецепт который мне понравился и в итоге думаю я даже не фотку а когда сюда поставила думаю ладно я все равно буду жрать на камеру буду ну вот если буду что то делать какой нибудь рецептик буду сама делать я и фотоозу буду этот фотобокс доставать спасибо тебе зрителя надеюсь что пожрал пока 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 я